...в России, вот эта вот мелкая уличная шпана, политическая шпана... Ну, я прошу тебя, ну что ж... Шпана по задачам. Давай не будем. А, по задачам. Они могут быть титаны мысли. Это другое дело, это можно, да. Они могут быть титаны мысли. Оставим их в покое. Это партия политического дебоша. То есть их задача устроить разного рода дебош. Ну а что делать? Телевидения нет. Нет, ну конечно, что делать? Надо устроить дебош. Ты мне напоминаешь... Смотри, вот это вот пресловутая СПС. Чёрт, либо надо было, рассуждаю я, не вносить её в список партии... Ответить тебе про СПС. ...либо не мочить её всеми силами, которые только можно себе представить. СПС вообще никто особенно не трогал. СПС сама кузнец своего счастья. СПС партия, опиравшаяся на ресурсы крупнейшей в России корпорации. О чём президент неоднократно, между прочим, говорил. Ребята, что вы к нам пристали? Вот у вас есть же, вы говорите, мы вас гнобим, мы вам дали ресурс. Так вот, значит, партия, которая рассчитывала, с одной стороны, договориться с властью, что типа, ну, ребят, ну вам же удобнее будет, вы ему бушу покажете, как о вас либерально... Ты занимаешься агитацией, я тебя умоляю. Разрешите нам, я не про агитацию говорю, партия, которая сначала поставила свою избирательную кампанию и добилась в этом огромных успехов, на охмурении, значит, амнезических старушек, да? То есть, на Баковщине, в определённый момент, когда они увидели, что с властью договориться не удаётся, что их, как бы, не пропускают, как своих, они впали в истерику и присоединились к этим самым вот уличным товарищам, да? То есть, это просто агония. Причём, куда девать этих бедных старушек, которые частично им уже поверили, да? Ну, я понимаю. То есть, это... Слушай, давай подведём итог, потому что после 30 минут, послушай, у нас осталось вот 2 минуты до... Понял тебя, понял, подожди. Есть один итог этих выборов, который... Уже ты знаешь итог? Да, один итог. Давай. Наконец, прекратится агония СПС. Это партия, у которой были какие-то возможности. Они нашли лидера более-менее вменяемого, я имею в виду, Белых, да? Который, ну, подавал надежды человеку, который может как-то дистанцироваться от их предыдущего крайне негативного опыта. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Слушай, не ставь меня в тяжелое положение. Я не ставлю тебя. Ты используешь эту передачу для контрпропаганды. Это агония и крах. Хорошо, агония и крах. Какая пропаганда? Они не противники. Хорошо, послушай. Я говорил ещё во время тех выборов, что если кто-то встанет и скажет, что ребята... Ведь на них никто не обращал внимания. За счёт этого они занимались популистской пропагандой. Партия социального дарвинизма занималась популистской пропагандой. И никто не мог сказать, потому что ни до них дела не было. Хорошо, всё, успокойся. Дела до них не было. Понял, понял. Плохие, плохие. Я понял. Особенно меня умилил Григорий Алексеевич. Хорошо, Григорий Алексеевич умилил. Ну, а ты думаешь, что их не умилил Владимир Владимирович Путин? Нет, он заявил, что... Послушай, 15 секунд. Ну, я умоляю тебя. Ну, потом на нас будут... Ну, ты меня сам... Я вообще могу разговаривать не про выборы. Сейчас будет не про выборы. Ну, про выборы-то надо было поговорить. Понять, как это всё действует. Это интересно. А тут...